Давно, впервые, на русский язык его перевел Виктор Николаевич Толстой. Потом, дальше, в советское время, он тоже был вызван в России. Крактат называется «Кирл-Курал», это крактат о нравственности, по-другому называется «Вечные ценности». Мы же давно о ней говорим здесь, и все никак не кончится. Здесь небольшое произведение осталось. Тема сегодняшней беседы – эрергичность. Первое высказание, сколько бы тяжелые задания не ставило жизнь, напряженные усилия всегда приносят победу. В поводу напряженных усилий я хотел бы с вами серьезно поговорить, потому что многие люди неправильно понимают, что такое напряженные усилия. Следует знать, что действие состоит из двух фаз. Первая фаза – это предварительное действие, а вторая фаза – это собственное действие. Веды говорят, что собственное действие всегда предотвращено. Когда, допустим, на поле битвы стоят два войска, уже все предотвращено. То есть, уже все понятно. Причем, веда объясняет, что есть знаки определенные, указывающие на то, что будет дальше. Ну, то есть, перед скажением есть знаки, будут приятные на одной стороне, обычно бывает, не будут приятные на другой. Уже более непонятно становится, что тут дальше. Поэтому основным действием в жизни человека является предварительное действие. Предварительное действие является действием трудным для понимания и сложным для выполнения. Но оно является главным. Предварительное действие происходит в сердце человека. Например, девушка встречает человека, который суждено, что будет с ней жить по жизни. И обычно, как бы, она настраивается на то, чтобы побыл побыстрее, быть рядом с ней. Но на самом деле, надо настраиваться на то, чтобы отношения правильно сформировались. Этот настрой очень сложный. В этом настрой она должна держать его на расстоянии в своем сердце. А он должен завоевывать сердце с женщиной. Это его предварительное действие. Часто бывает так, что молодой человек не завоевывает сердце и разочаровывает ее. Она думает, а как мне с ним потом жить всю жизнь. И часто, когда она не держит его на расстоянии, он не чувствует, что он что-то завоевал. Он не чувствует, что что-то такое ценное он получил в жизни. Такой простой пример, который указывает на то, что любой женщине хочется замуж быстрее. И когда она встретила достойного человека, она боится потерять. Но вот этот страх потерять, не дает ей возможности все правильно сделать. В результате она раньше времени... Есть такая песня. Опоздание, мы наказаны, что слова любви прежде сказаны. Интересно, да? Опоздание, мы наказаны. То есть, оказывается, это опоздание. Слова любви прежде сказаны. Видите? То есть, они не должны быть прежде сказаны. Это очень важно знать, что, например, когда люди поссорились или враждуют друг к другу, то предварительным действием является прощение. Если ты, допустим, встретился с человеком, пытаешься с ним выяснить отношения. Но в сердце ничего в твоем не произошло, ты не победил сердце судьбу, ты не развил правильное отношение, то ничего не будет. Эта встреча бесполезна. Претварительное действие — это большая сила. Она реально дает возможность человеку победить судьбу. И тот, кто вкусил вкус этой победы настоящей над своей судьбой, он никогда не будет уже покупаться просто на то, чтобы внешним поступком решать свою жизнь. Знаете, многие люди, которые совершают, предварительное действие, допустим, близкий человек ушел из дома, что делает? Можно прийти к психологу, он даст совет. Первый вариант — возвращать его. Когда возвращаешь близкого человека, что происходит, когда он ушел? Он еще больше тебя презирает за это. Он и так тебя не любит, когда он ушел. Второй вариант — если ты его не возвращаешь, что происходит? Он говорит, ну и слава Богу, слава Богу, что не возвращает. Что делать? Никто не знает, что делать в этом проблеме. Потому что и то, и другое не является действием. Уже все, что произошло. Нужно предварительное действие. Когда человек начинает делать предварительное действие, он понимает, что он в своей жизни никогда этим не занимался. У него нет опыта, ни молитвы, ни раскаяния, ни прощения, ни благословения. И так далее. Это все является предварительным действием. Смотрите, сын уходит в армию, мать плачет. А надо что делать? Надо ему благословлять. Смотрите, это разные вещи. Плачет почему? Потому что она хочет наслаждаться его обществом. А наслаждаться уже нельзя. И это означает, что она пользует ему жизнь. Потому что очень неблагоприятно плакать женщине, когда кто-то уходит в опасную ситуацию. Это неблагоприятный знак, слезы означает, что все будет плохо. А когда мать спокойно его отпускает и говорит, что у тебя все будет хорошо, улыбается. Хороший знак. Теперь как спокойно отправить сына в армию? Вот это называется предварительное действие. Нужно по полугодика посидеть, помолиться. И все события, которые у нее должны будут произойти, они будут в вашем сердце сожжены. Ваши силы. Когда это сожжение произойдет, вы почувствуете себя очень сильной, уверенной в этом событии. Близкому человеку предстоит операция. Что мы делаем? Так что надо делать? То же самое. Вы знаете, когда человек совершает это предварительное действие, он начал уже совершать. Он понял, что такое настоящий поступок. Он начал совершать молитву. Он не знает, как это делать. Он не знает, что такое молитва. Но и думают, молитву воспринимают таким образом, что это поступок, направленный от меня к кому-то. Допустим, я прошу Бога о чем-то. Бог и так знает, что у вас это событие. Ему не надо об этом бросить. И так все знают. Допустим, пример такой приводится. Маленький ребенок хочет кушать, но он наказывает. И он спрашивает, папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать. Папа знает, что ты хочешь кушать. Это не проблема. В этом нет необходимости, ему об этом докладывают. Однако же есть необходимость в чем-то другом. Например, раздается в своих поступках, которые ты совершал, которые привели к этому наказанию. Папа сразу на сердце лучше будет. Или запустим сказать, папа, я хочу все время жить только для тебя. Я хочу служить тебе, заботиться о тебе, слушаться о тебе, выполнять всегда то, что ты хочешь, твои воли. Он скажет, ну идти все равно постой в углу немножко. Но уже другое будет чувство, понимаете? Другое чувство уже будет. И раньше выпишет. Может, вообще не скажешь, что надо ставить в углу. Но это все зависит от силы раскаяния. Есть еще один момент, очень важный, который надо знать, что есть два типа деятельности, вообще два типа силы. Первый тип силы, это тот, который исходит из меня. Моя любимая песня в этой связи. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. В себя. Первый тайм. Мы уже отыграли и всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли, постараясь у себя не терять. Это правда. Это правда. Потому что своими усилиями человек не может быть счастливым в этой жизни. У него не хватает, у него нет сил на самом деле быть счастливым. Есть другая сила. Но мы в это не верим. Вот в чем проблема. Мы в это не верим. Мы не верим в то, что у святых людей есть сила. Потому что у нас нет опыта. Нужна вера. Нужна вот эта вера. Нужно изучать жизнь святых людей. Мне в Киеве подарили вот такую вот стопку большую. Жития святых православных книг. Жития святых людей. Такую стопку. Это наша история. Там все цветы люди от него. Целая стопка большая. Сколько примеров для подражания. Сколько людей, которые дают силы. Само чтение таких книг, оно дает силы. Человеку становится спокойнее. Как определить, что силы внутри появляются для того, чтобы совершить действие. Первый результат спокойствия вот здесь в сердце становится неслучайно светло. Вот кто вчера почувствовал это после повторения желающего счастья? А кто не почувствовал? Черт, все-таки. Такое может быть, что человек не почувствовал. Почему? Потому что нет опыта. Кто-то почувствовал, не понял, не стеснялся. Надо, чтобы был опыт, надо учиться совершать такие действия. Спрашивают, зачем желать всем счастья? Надо молиться Богу. Правильно. Но проблема заключается в том, что многие люди в наше время, они даже не знают ни одной молитвы. И у них нет старших духовных людей. У них также нет понимания, что вера в Бога – это не просто какой-то сентиментализм. Это очень научный подход к жизни. Научный. Ведь на самом деле считать, что Бога нет – это и есть сентиментализм. Это настоящий сентиментализм. Это тупость в высшей степени. Очень легко я могу это доказать. Очень легко. Хотите, я тебе докажу сейчас? Вот смотрите. Один американский ученый исследовал клетку. И он понял, что она настолько сложно устроена, что просто, понимаете, чем сложнее структура, тем больше нужно сил и организации для того, чтобы ее осуществить. Вот если построить, чтобы маленький, допустим, сарай, одному человеку легко это сделать. Но чтобы построить большой завод, нужно предварительное действие огромное совершить. Понимаете? Нужно много чертежей. Нужно много понимания. Много людей должны трудиться одновременно на то, чтобы этот завод построить. И завод не построишь просто от того, чтобы одну тальку сделал, из нее вытекает другая. А потом третья. Я вам расскажу про теорию Тарвина. Что сначала был просто молекула. Потом присоединилась другая молекула. Получилось две молекулы. Потом три. Потом в результате естественного отбора возникла клетка. Он так рассуждал. Вот этот ученый, когда это представил, что такая огромная клетка, там внутри столько всего. Целый короб не может себе обнестить в такую сложность конструкции, как маленькая клетка, которых у нас миллиарды в организме. И он говорит, легче боем из кучи металлолома сам создастся, чем вот эта маленькая клетка просто в результате естественного отбора. Да невозможно. Это должно протекать с помощью какой-то мощной организации. Создать такую клетку. Кого это не импутило, это не импутило. Ну, кого-то не импутило, ладно. Я вам еще сейчас приведу к примеру. Кого-то не импутило. Считайте, все-таки с помощью естественного отбора, может, само по себе так раз и Боинг создался. Ну, с помощью как-то железяка одна к другой присоединилась, и так раз, Боинг появился. Так клетка еще сложнее, понимаете? Миллиарды раз, чем этот Боинг. Миллиарды раз. Ну ладно, кого-то не импутило. Сейчас я вам еще веселее историю расскажу. С этой истории начинается вся наша культура на лучшие мысли. Есть только два варианта понять, что в этом мире происходит. Первый вариант. То есть эти два варианта означают возникновение нашей Вселенной. Откуда все началось? Первый вариант. Научная мысль. Все началось с большого взрыва. Сначала ничего не было. Потом из ничего появилась точка. Она взорвалась, появилась Вселенная. Бред силы кобылы. Вопрос только один. Откуда взялась точка, если ничего не было? Ни один ученый, серьезный физик, мне на этот вопрос не ответил. Откуда взялась точка, мои хорошие? Нет оснований считать, что она откуда-то может взяться. У них такая идея есть. Если представить бесконечность, а с точки зрения бесконечности, из ничего точка может возникнуть. Вот если вот бесконечно-бесконечно фантазировать, то точка в конце концов из ничего возникает. И мы на это опираемся сейчас в своей жизни. Понимаете? Вся наука строится на этой идее. Но это же бред. Для нас духовная жизнь ненаучна. Для нас существование следующей жизни, что душа имеет вечную природу, ненаучна. Но каждый человек, когда тело оставляет, он верит, что он будет дальше жить. Ни один человек не считает, что он будет уничтожен в результате того, что уничтожится тело. Но откуда это такие идеи? Откуда это в сердце уверенность, что я буду дальше жить? Конечно, будешь жить. Потому что есть жизнь в тонком теле. Я вам это говорю не просто потому, что я фантазер. Я это исследую очень серьезно. Это могу видеть. Я наблюдал своими глазами несколько раз, как тонкое тело сворачивается. Я его хорошо могу диагностировать, как тонкое тело. Мне, чтобы, допустим, человек назначить оздоровительные свои техники, методики, и свои методы воздействия на здоровье достаточно мощные. Сейчас несколько ученых изучают эти методики. И это очень интересные методы. Мощные. И они основаны на тонкой диагностике человека. Нужно 16 показателей тонких, которые не видно, не пощупываешь, не потрогаешь. 16 показателей тонких определить. Один, если неправильно определён, человеку хуже становится, а не лучше. Ставишь своему это венки, кору ставишь, ему плохо становится, а не хорошо. Один показатель из 16 неправильно определён. Представляете, сложнейшая какая система? Это значит, что надо это хорошо очень воспринимать. Я наблюдал своими глазами несколько раз, когда сворачивается тонкое тело. Потом выходит, душа вместе с тонким телом находится какое-то время неподвижно, в месте, в котором она свернулась. Потом она начинает двигаться. И через одного из психических центров она выходит наружу. И потом разворачивается, сознание приходит к человеку, разворачивается в нём жизнь. Чувства имеют тонкую природу. Они могут жить без органов чувств. Глаза могут видеть на тонком плане. Уши могут слышать. Эта планка демонстрировала нам. Ниже глаза не работали. Она всё видела. Как она видела? Нито не знает. Ребята описывают. Что есть тонкое зрение. Сергей Радоничский увидел на расстоянии нескольких километров, как к нему пришёл один его друг. Ну, поклонился. Не кушали все вместе. Он встал, поклонился им. А те не знали, кому уклониться. А он видел этого человека. У него было тоже такое же видение зрения. Тонкая краска. Видите, есть факты, которые учёные не могут объяснить. Но в священных писаниях они описаны во многих. И вот этот факт, предварительное действие. Этот факт, который надо знать. Это действие самое главное. Что такое энергичность? Энергичность не заключается в том, чтобы потом мучиться, возвращать мужа, когда он уже ушёл. Своими словами, своей речью, своими поступками. Это хорошо. Но без предварительного действия это невозможно сделать. Нужно молиться. И причём надо знать, как молиться. Потому что молитва, это имеет свои правила определённые. Например, если человек пытается своими силами просить Бога. Это даст один результат. Это даст результат. Но есть ещё лучший метод. Когда человек хочет служить старшему. Он молится, просто служит старшему. Служит его миссией, его наставлением. Служит его, повторяя ему молитву, которую он рекомендовал, служит ему. Клавится ему в стопы. И наполняется в результате его силой. И знаете, силой святого человека, что это такое? Это означает, что не будет проблем в вашей жизни. Эта же сила немедленно переходит туда, где у вас трудности. У человека так психика устроена, что вы с друг другом связаны. Все друг другом связаны. Вот кто из вас чувствует сильную обиду сейчас на кого-то? Нет. Есть ли вы? Вот почему вы чувствуете? Вот попробуйте не чувствовать сильную обиду. Возьмите вот так. И как раз. И я не чувствую. Так вот это слово говорят. Отвлекись. Вот так и отвлекись. Вы не чувствуете обиду. Нет, да есть ещё такие тоже дети. Вы не чувствуете обиду. Вот молодец. Если попу ему голову воткнуть и говорить. Вы не чувствуете боль. Не чувствуете. Нет, я чувствую. Я чувствую. И нос не сработал. Вам помогло? Вот я сказал, вы не чувствуете. Сейчас обиду, не чувствуете. Не чувствуете уже. Не помогло. Но почему не помогло? Почему? Потому что есть связь, мои хорошие. И это и хорошо, что она есть. Это и хорошо. Это означает, что сейчас, прямо сейчас, вы можете планируется святому человеку. Мысленно. Препорительное действие совершать. И повторять его молитву. Или повторять, я желаю всем счастья. И мысленно помогать кому-то другому с помощью него. Стать проводником этой энергии чистой святого человека. Проводником. Значит, стать его слугой. Вильником его судьбе, а не своей. Жить для него. Вот представьте себе, представьте. Вы находитесь сейчас в келье святого человека. И просто помогаете ему. Готовите ему, стираете. От него исходит чистота, сияние. Он помогает людям. А вы, и это его энергия. То есть, вы ему даете силу для этого. Вы корнете, вы поете, одеваете, обуваете. Все делаете для него. А он помогает людям другим. Вы будете об обиде чувствовать, помните или нет. Вы чувствуете, как станет хорошо вам. Так сделайте прямо сейчас. Зачем обязательно быть рядом, там, физически. Мы все можем быть рядом, любовь, после любого человека, с помощью своего сердца. Потому что, как только ты о ком-то думаешь, ты немедленно достигаешь этого человека. Подписано в Ведах. О ком бы человек ни думал в своей жизни, он немедленно достигает этой личности. Потому что ум имеет такую способность связывать одно с другим. Достигните, просто вспомните святого человека, начните ему служить, ловиться ему, мысленно как бы его кормить, мысленно его поить, заботиться о нем, выполнять его наставления, выполнять его, повторять его молитвы, которые он хочет, чтобы мы повторяли. Или просто его силу мысленно передавать другому человеку, чтобы ему лучше стало. Как только вы становитесь проводником этой энергии, сразу же все лучики вашей души. Обида – это лучик души, связывающий вас, одного человека, с другим. Я стою на одном, а ты на другом. Именно, но связь есть. Вот. И этот лучик пойдет туда сразу. Вам станет легче, ему станет легче. Метоника, понимаете? Очень простая. Она основывается на служении возвышенной личности. Когда человек постоянно занят таким служением возвышенной личности, он наполняется такой силой необъятной, что ему никогда думать о своих проблемах. Они решаются сами. Это описано в священном писании. Все проблемы такого человека решаются сами. Почему? Потому что точно так же, описывается опять же, точно так же, как большое озеро может наполнить легко любой водоем, точно так же и человек, который служит возвышенной личности в своем уме, легко наполняется любой любимый видом силы, необходимой ему для жизни. Любим любым видом силы. Есть только одна проблема, Олег Геннадьевич, есть только одна проблема. Она заключается в том, что мне некогда думать о святом. Нет времени на это, понимаете? У меня столько денег. Не надо работать, не надо как-нибудь идти, там заботиться. Никогда думать о святом, как Олег Геннадьевич. Вот интересный ответ на этот вопрос сейчас я вам скажу. Вот смотрите, у вас, вот вы заняты весь день с утра и до вечера. Вы, допустим, девушка, не женатая. Нет, мужчина не женат. Весь день заняты с утра до вечера. Вы влюбились. У меня вопрос. Вы найдете время встретиться или нет? Конечно, найдут. Ну, занято все время. Откуда вы найдете, если занято все? Чего подождет? Это подождет? Кто подождет? Это в чем проблема-то заключается? Она заключается в том, что мы не понимаем важности этого поступка. У нас нет внутри этого понимания, знания о том, чем надо заниматься. В летописиах описано, что Горьковскую битву выиграл Сергей Радоничский. Он все эти две недели молился, а когда битва закончилась, он перестал поститься и молиться. И начал отдыхать. Это описано все. Понимаете, кто выиграл-то? В Багвадии Тебеда говорится, я нравственная сила воина. Господь говорит. Что нравственная сила является главной силой того, кто хочет победить. Это опять, когда я говорю о предварительном действии. Энергичность в чем должна заключаться? В том, что бегать всем помогает. Вот смотрите, много людей вокруг меня. Есть дети, внучки, жучки, редки, там детки, все. Я всем помогаю. Сядьте за всех, просто святому человеку, молитесь. И всем от вас напитаются силой сразу. Веды говорят, если человек поливает корень, дерево, то все дерево питается сразу. Не надо каждый листочек поливать, не надо ствол поливать, ветки, там с ума сойдешь. Все сразу поливается. Всем хорошо становится. Рядом с человеком, который излучает силу. То есть, если вы излучаете силу, то ваш сын захочет быть хорошим человеком сам. Муж перестанет думать о других женщинах. Это происходит само собой. Человек, который наполнит силой. Так значит, вот чем надо заниматься. Это само собой все происходит. Если человек делает то, что нужно. Это самое главное действие. Поэтому предварительное действие рекомендуется делать самое главное время дня. Какое самое главное время дня? Утро. Бог так создал, что утром сила влияния на левое полушадие влияет на луна. На левое полушадие луна, на правое солнце наоборот. На правое солнце, на левое луна. Утром до 7 утра, допустим, по местному времени. Два часа с 5 до 7. Это влияние уравновешивается. И у человека ни желаний слишком много внутри. Ни желаний слишком много дает правое полушадие. Ни эмоций слишком много. Равновесие внутри возникает. И у человека в сердце четкое представление о том, как жить. В это время все приходит к пониманию в сердце, что делать, как жить. И в это время человек должен совершать предварительное действие. Вот это. Которое приводит к победе. Каждого человека всегда. Вот женщина. Раз, два, три, четыре, пять. На пятом идет от меня. Полосатая. Вот вы. Да. Вам сейчас очень тяжело. Нет. Да. Так или нет? Нет. Наверное, да. Или вам легко? Тяжело. Знаете, как я это увидел? Так. По влиянию планет на вас. Я вижу, что на вас влияет злая планета сейчас. Трудности у вас в жизни начинаются. Чем вы занимаетесь? Без работы. Без работы. Нет, я понимаю, что вы изграбляет так, как я говорю. Чем вы занимаетесь сейчас? Ну, вообще, вот в это время, чем вы занимаетесь? Вы не поднимите меня. Я вам объясняю. Я вообще в жизни. Куда направлена ваша сила? Да, что вы сейчас. Ну, вообще искать квартиру. О, ищи, ищи в квартиру. А надо что делать? Полиция. Да, я манил. Молилась. Я думаю, что молилась. Квартира не накладит. Равно. Ну, значит, мама водилась. Знаете, я сказала, мужики, видимо, мы недостойные. Но как вы, не мертвые? Они недостойные были. Жаль, ничего недостойные. Купыреку, купыреку, царство лежа на боку. Знаете, почему я вам сказал? Потому что я вижу, что вы удручены. Удрученность – это признак неправильного понимания, как жить, что делать. Вот это как раз непонимание, вот эта энергичность, она истекает из предварительного действия. Помните вот эту песню? Молюсь я, отчасти слезы, от кокусы, душа ее поет. Почему они такие, счастливые, идут на войну? Потому что они молятся. Но если человек не молится, он такой счастливый не идет на войну, понимаете? Он не имеет силы. Силы исходят от душевной силы человека всегда. От душевной силы. А душевная сила, она всегда бывает тогда, когда этот человек закладывает в своей жизни время. Потому что время – это главное, что мы имеем. Надо закладывать уже с самого раннего утра время, необходимое для того, чтобы победить свою судьбу. Не время бегать там везде, искать квартиру, там еще что-то. А уже заранее надо действовать так, чтобы была победа. Если вы будете два часа молиться в день, вы найдете квартиру. Знаете, когда? В течение одного месяца. Докарайте. Вы не хотите молиться в общем победе. Почему? Потому что вы верите в это. Почему вы верите? Потому что вас нет опыта. Нет опыта. И сейчас придете, там, где он скажет, что это все теория, а жизнь другая, другая. Корылькин, да? Будем дальше следить уроду этого корылька. Только поступок учит человека. Слушать лекцию – это тоже правильно. Это тоже правильно. Потому что, если я совершаю предварительные действия, то к вам это перейдет. Если нет, значит, я мошенник. Я просто… Но есть одна проблема. Нужно слушать с верой. С верой означает желание так сделать. Вера не означает слепость. Это не означает… Все, пошли туда. Потом в другое место пришли, нам сказали туда. И пошли туда. Это не вера, это слепость. Это национальный эффект жизни. Нужно пробовать. И слушать с желанием попробовать. Если пришли, значит, надо попробовать. И посмотреть, что получится. Но пробовать надо серьезно. Потому что здесь должна в сердце возникнуть победа. Вы понимаете, вот вы начинаете, допустим, молитву. Не найдем квартиру, не найдем квартиру. А мне вообще о квартире думать не надо. Потому что Бог знает, что у вас нет квартиры. Я по этому поводу привожу всегда один анекдот такой практичный. Солдат пришел в армию. Ему дали ломик в руки. Он начал плац подметать ломика. Он пришел к прапорщику, говорит. Дайте мне веку, я так подмету вам этот плац. Он говорит, да мне не надо, чтобы ты его подмел. Не надо, чтобы ты замучился. Судьбе тоже не там. Мне не надо, чтобы квартира была. Судьбе нужно, чтобы мы замучились. Понимаете? Чтобы поняли, как надо жить правильно. Когда человек замучился, он начинает думать головой. А до этого он все время делает, как он делал. Понимаете? У меня в прошлом было, я тоже такой пример приводил. С кошкой со своей. Как мы всегда живем. Да. Она бежала на кухню и взял за хвост. Она кушать отдела себе. И она такая, бежит со всей силой. На месте. Бежит, 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 бежит. И чувствует, что ничего не происходит. Что это решает. Потом она поняла, что я ее держу за хвост. Она меня сильно уважала. Я как-то ей стеснялась как-то со мной что-то сделать. Думала, я сейчас отпущу, надоест, свистнешь. А мне не надоедало. И она знаете, что сделала? Она так резко, так впервые раз, поворачивается так. Вот так вот. Она не кусала, просто так. И у меня раз в руках пустила сама. Я испугался. И она пошла кушать. На события в своем сердце надо обратить внимание. В сердце именно обратить внимание. Потому что можно на месте бежать очень долго. Но это только с помощью молитвей происходит. Интересно, как молиться? Надо отвлечься от события. Отвлечение от события означает, что мы его победили. Вот смотрите. Мы молимся святому человеку. Сначала события не пускают. Оно держит, обида держит. Не пускают святому человеку. Мы молимся святому человеку, а думается о событии. Мы молимся святому человеку, а думается о событии. Потом постепенно сила, вот эта чистота святого человека начинает ходить в сердце. Если ты решительно настроен, жить не для себя, не своей судьбой, а судьбой этого человека. Ему служить, а не своей дурацкой жизни, которую уже замучил. И постепенно ты начинаешь о нем думать, жить его наставлениями, хочешь у него силы кому-то помочь. И ты вот этим занимаешься. Что происходит? Ты забываешь про события, означает, что ты его уже победил. Как только в молитве происходит такой момент, что ты успокаиваешься по поводу этого события, и у тебя в сердце возникает первый эффект, все будет хорошо. Если ты дальше молишься, будет второй эффект. Знаете, какой? Четкое понимание, как это хорошо будет. А потом клейкий эффект возникает, когда это хорошо будет. Примерно. Дальше идет проверка. Ты смотришь, так это или нет в жизни? Видите, как все здорово оказывается устроено. Просто не хотим побеждать, у нас нет желания. Мы живем по инерции. По течению плывем. А душа обязана трудиться, и день, и ночь. Эта душа обязана трудиться. Не руки, ноги, голова. Душа. Это означает префорительное действие. Энергичность нужна именно там. Энергичность нужна именно там. Ни в чем по-другому. Но мы очень ленивы в предварительных действиях. Очень ленивы. Нам некогда этим заниматься. Это означает нежелание жить счастливым. Нежелание. Мы не хотим переварять в силу. Даже старшина просит у Бога, чтобы все получилось. И то это помогает. Даже просто просьба. Потому что Богу нравится, если мы правильно понимаем, как надо жить. Но лучше от себя отвлечься. Лучше жить для чего-то высшего. Если человек живет для солнца, он становится искоркой, наполненной солнцем. А если он живет для себя, он все равно будет себя сеять так же, как он сияет. Своими силами мы ничего не сделаем. Нужна высшая сила. Потому что, а что? Иметь высшую силу, нужно правильное действие, которое этой высшей силе покравится. Когда человек живет для наставления святого человека, он таким образом наполняется его силой. Это закон. Сколько бы тяжелые задания не ставила жизнь, напряженные усилия всегда приносят победу. Надо знать, где совершать усилия. Некоторые не знают. И могут всю жизнь заниматься только тем, что они делают, и думают, что это и поможет. Берегись без деятельности в отношении своей цели. Человек должен действовать. Пустая еще возможность потерять для мира. После предварительного действия нужно и простое действие. То, что нужно, само действие. Если человек все время молится, сидит, работу не ищет, надо сначала помолиться, потом идти искать работу. Сынки просто молишься. Работает девушка, которая думала сидеть все время. Она не сможет выйти замуж. Потому что ее никто не видит. Он не будет звонить теперь в дверь. Принц на белом коне не приедет. На пятый этаж дома не зайдет. На белом коне не будет звонить. Так не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова